Любви в твоей жизни много было? Настоящей любви? Вот у меня было пять жен, каждая родила мне по ребёнку. И все по любви? Каждая, все рождены в любви. Конечно, все бэбики. Какие девушки тебе нравятся вообще, лично тебе? А мне нравятся... А тебе? Разные, понял? Вот в разный этап жизни мне нравятся разные. Сейчас вот мне стали что-то нравиться, балерины. Ты знаешь, я вот... То есть на искусство потянуло? Потянуло на искусство. Что объединяет всех женщин, которые нравились себе в разные периоды жизни? Ну, нежность, романтизм, любовь к литературе. Нежность, любовь к литературе. Ты влюблялся когда-нибудь в кого-нибудь из своих подопечных? Вот как раз все мои жены и выросли из моих подопечных. Оттуда все? Конечно, я в них влюблялся и женился. На лучших, понимаешь ли. Зверях из моего леса. Из зверинца. Из зверинца, да. Я как раз на них, грубо говоря, это чупа-мупа. Ты устраиваешь чужую личную жизнь, а твоя личная жизнь сегодня устроена? Вот сейчас я развелся с последней. И сейчас в поиске. Да. Сейчас вот ищу новую. Думаю, все-таки вот возьму себе эту балерину. Вот эту из Киева? Нет, ну еще не решил, какую именно. Но вот хочу балерину или гимнастку сейчас. С растяжкой? Да, чтобы растянулась. Жены не ревновали тебя к твоему бизнесу? Нет, не ревновали. Как это удавалось? Потому что я их брал молодыми всегда, да. Ну, когда я там 18 лет молодая познакомился. И когда она молодая, с 18 и ближайшие 5 лет, она полностью под моим гипнозом. А потом уже я ее всему научил, и она выходит из гипноза. И она начинает сама гипнотизировать. И я думаю, нам в семье второй гипнотизер нахуй не нужен. И все, быстренько надо его это... Зверя назад влез. Да, влез. Ну, уже там же очередь охотников. Я же егер.